Здравствуйте, уважаемые садоводо-огородники! Меня зовут Русский Хван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как можно очень легко и просто сформировать огурцы. Огурцы, которые растут на шпалере, преимущественно мы это делаем в защищенном грунте. Когда огурчик только растет в фазе рассады, в начальных этапах роста, он формирует один стебель. Но впоследствии, когда он набирает силу, начинают расти боковые побеги. И вот большой вопрос, что с этими боковыми побегами делать? Конечно, вы можете очень-очень-очень-очень-очень усиленно кормить одно растение, одно-два растения огурца, при этом ничего не удаляя, выводя все боковые веточки на отдельные шпалеры и наращивая там, соответственно, дополнительный урожай. Некоторые сорта, особенно то, что называется пучковые сорта, с большой отдачей урожая, при условии очень интенсивного кормления, которое может быть чревато за нетрачением урожая, потому что баланс вот этот, понять, да, хватает вашему растению нитратов, азота вообще или не хватает, в таком случае бывает достаточно сложно отдозироваться, да, и вы либо с этих двух растений получите недостаточное количество урожая, либо много урожая, но с риском за нетрачивание. По этой причине в большинстве случаев огурчики все-таки формируют для того, чтобы отнормировать то количество урожая, которое сформирует одно растение огурца и, как следствие, держать под контролем его питание. Ну, то есть питание должно быть среднее по общепринятым схемам. Самая простая схема формировки огурца, а что в производстве, что в любительском овощевстве, есть разные подходы, но я поделюсь той, которая нравится мне. Она очень проста для реализации, очень легко запомнить. Итак, когда ваш огурчик начинает ветвиться, вы видите нижние пасынки, нижние веточки. Отсчитываете 4 листочка и прищипываете. На этих боковых веточках будет формироваться дополнительный урожай огурца. Если мы движемся по растению огурца выше, на следующих веточках вы отсчитываете 3 листочка, 3 узла и прищипываете. Еще на один ярус вверх, на следующем ярусе веточек, отсчитываете 2 листочка и прищипываете. И на еще более верх лежащем ярусе отсчитываете один листочек и прищипываете. Все остальные боковые веточки, будь то второго порядка образующиеся на пасынках, будь то выше лежащие вот этого четвертого яруса, где вы оставили один листочек, все из пазух полностью убираем. В таком случае ваше растение будет не загущено, будет не подвергаться атакам разнообразных болезней наподобие серой гнили, мучнистой росы и пероноспороза, будет хорошо проветриваться и будет формировать гармоничный урожай. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Сформируйте ваши растения таким образом и увидите, насколько гармонично и хорошо они будут развиваться, а не будет вот этой привычной для многих горгоны, когда уже к растению невозможно и подойти. До скорой встречи!